Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! В Украине больше не осталось ПВО, а украинская армия фактически уничтожена. Потерь среди российских военных практически нет, и все идет по плану. Именно поэтому и проводится мобилизация, потому что на болотах все хорошо. Верно, товарищи? Железно! Точно, точно. Искать логику в действиях Кремля бесполезно. Она напрочь отсутствует. Также нас уже давно не удивляет и местный охлос, который категорически отказывается думать. Но чтобы еще раз утвердиться в своей правоте, послушайте реакцию скрипоносцев на частичную мобилизацию. Я поддерживаю, да, для того, чтобы закончить быстрее эту войну. Давно уже надо было их к себе забрать. Еще 8 лет назад, чтобы люди не гибли. Конечно, за вы что! Если бы не мой возраст, я был бы там. Те, которые обязаны защищать Родину, они должны. Быть мобилизованы. Мы должны поддерживать нашего президента. Отдельно стоит выделить вот этот ответ. Из моих друзей пока что никого не забирают. А у меня братьев нету. Поэтому я как-то на это нормально отношусь. Действительно, какое мне дело до остальных? Плен так в плен, а в мешок значит такова судьба. Но победителем в скрипоносном эгоизме можно назвать вот этого представителя прямоходящих, который только что приземлился в Стамбуле. Мобилизация была неизбежна, потому что не хватало людских ресурсов. Меня это не беспокоит, потому что мне уже 59 лет, и мой сын живет за границей. Есть на болотах и такие зверьки, которые в общем не против войны, но против отправлять туда своего сыночка. И речь сейчас даже не о депутатах Госдумы или отпрыске Пескова. Какого хрена объясните мне? Приходят повестки тому и забирают. Кто? Не воевают, у них нет подготовки. Я понимаю, если бы сказали 90% что он вернется. Ну сука! Никто, конечно же, не вернется. Почему не идут воевать те, кто за эту зарплату получают? И по традиции в заключении обращение патриотическое признание к родине. Я обожаю нашу страну. Но крики в камышах начальство не интересует. Сказали 300 тысяч. Считай миллион. Значит, так и будет. Берут без разбору. Кривых, косых, колясочников и даже полуслепых. Будем стрелять. Что, если я не вижу? Будете стрелять. Наблюдательно вас поставят специально. Зрение тренировать. Ночное. Особенно. Глаза фосфором обмажете и будете наблюдать. Речь полковника перед мобилизированными очень напоминает фильм ДМБ, вышедший в прокат в 2000 году. На заре карьеры Бункерного. 22 года прошло. А ВОЗ и ныне там. Ну, солдат, сэмся? Так точно. Сусь. Ну, это солдат, или да. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. И я ссусь. И даже главком пысыться бывает. Что же нам из-за этого? Последний долг родине не отдавать. Да что там. Долг родине отдавать призывают даже многодетных отцов. Казать, ну, от многодетных вы сказали. Я считаю, что это как раз шанс мужчинам доказать, что они мужчины не только потому, что они умеют пользоваться своими первичными плавными признаками, но еще и являются таковыми по сути. В общем, как у Высоцкого. Поднялся голдеж и лай. И по старой советской традиции россияне начали искать пути откоса от армии. Кто-то вполне реально просит друга сломать ему ногу. Потому что сказали, что перелом руки это всего лишь отсрочка. А кто-то более умный решил пойти по безболезненному пути. Услышал разговор одной пары в автобусе, которая обсуждала, как им перераспределить опеку на детей, чтобы мужчина оказался единственным опекуном и не подлежал мобилизации. И все же самым популярным способом избежать черного мешка стал побег из страны. Другими словами, миграция. И вот об этом мы и хотим рассказать поподробнее. Мы покажем, как боящиеся НАТО активно просят убежище в этом самом НАТО. Мы объясним, что ждет Казахстан и Грузию в ближайшие месяцы. И почему развал не до федерации неизбежен. А прекрасное далеко будет так жестоко. У меня друг 15 лет живет на территории Российской Федерации. И позавчера он наконец-то получил гражданство Российской Федерации. И вчера объявили мобилизацию. С самого утра 21 сентября после объявления частичной мобилизации произошел транспортный коллапс. Посмотрите на карту Flyradar в этот день. Россиянам вдруг резко захотелось на юга. В России закончились авиабилеты на самые популярные безвизовые направления. Раскупили их всего за несколько часов. На данный момент улететь, к примеру, в Армению, Турцию, Грузию и Казахстан уже невозможно. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан также недоступны. А полеты в Минск подорожали сразу в 10 раз. Удивительно. Даже в гости к таракану в соседний карцер готовы были лететь, только бы выбраться со своей любимой родины. Где, напомним, по словам самих же россиян, все хорошо, где они уверенно встают с колен. Он, блядь, Россию поднял с колен. В чем заключается этот подъем? Ну, заключается, не знаю, но все хорошо, мне нравится. Ну, в том, что в армию заложил немного денег. В армию? Ну, да. Ну, посмотрите, мы 20 лет живем, с этим президентом у нас никаких войн нет. Ну, вы поняли, и насчет войн, и насчет армии, и вставания с колен. Так вот эти умники две недели назад резко навострили уши и двинулись куда подальше от вставания с колен. Те, кто побогаче, рванули в загнивающий запад. Очередь на финской границе сейчас занимает от четырех до девяти часов. В среду, день объявления мобилизации в России, границу пересекли около пяти тысяч россиян. А как же дьявольское НАТО? Этот оплот ада. Мы же все помним, что они должны сдохнуть, а подданные Пу... Мы как мученики попадем в рай. Видимо, не все хотят в путинский рай. Тем более, когда Европа и даже на секундочку США готовы предоставить так называемым беженцам приют. Ведомство по вопросам миграции беженцев уже получило указание от правительства ФРГ, что уклонение от мобилизации – убедительная причина для положительного рассмотрения просьб об убежище. Теперь становится понятно, что имели в виду вот эти патриоты, которые разукрашивали свои автомобили надписями на Берлин. Это так уклонисты посылали сигнал о помощи. Но далеко не все в Евросоюзе готовы принимать россиян. Латвия, Эстония, Чехия сразу заявили, что гуманитарные визы россиянам, которые сейчас пытаются выехать из страны, выдавать не будут. Очень правильную позицию касательно так называемой гуманитарной катастрофы высказала премьер-министр Эстонии. Мне приятнее видеть, как эти люди протестуют за прекращение войны, чем пытаются избежать дискомфорта для них самих. Аплодируем стоя и всецело поддерживаем. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ покинуло около 10 миллионов человек. Вы представляете, какая это армия? Еще раз, 10 миллионов. Если бы эти 10 миллионов взяли в руки условные виллы и пошли на Кремль, много горя и крови удалось бы избежать. Но они сбежали и со стороны наблюдали за тем, что творит их еще раз. И их правительство с суверенным государством и его народом. А теперь они строят из себя жертву. Показательно, что народные волнения в России происходят тогда, когда это касается их собственной мобилизации, а не тогда, когда российские граждане убивают, терроризируют, истязают украинских граждан. Очень показательно в этом вопросе не только Украина, но и Грузия. Это кадры многокилометровой очереди бегунов на въезд в Сокартвелло. Вот это кто? Вот это кто? Я не думаю, пойдемте сюда, заезжайте, заезжайте. Я на по-черезке, товар не понимаю. Иди, садись. Не, блядь, не позволяйте вот этим словами. Россияне настолько хотят сбежать от своей хорошей жизни в РФ, что готовы бросать свои машины и прочее имущество, лишь бы поскорее пересечь границу. Сейчас на границе развернули целый бизнес. Российской стороны продают велосипеды всем желающим. Их затем массово бросают у грузинского КПП. Причем в отдельных случаях цены на те же велосипеды и даже самокаты равносильны гордости российского автопрома «Ладе». Верхний Ларс, единственная сухопутная граница с Сокартвелло и Недофедерацией, стала своеобразным пунктом приема беженцев. Причем, судя по заявлениям Володина, обратного пути у них нет. Хорошо, то что уехали. За них держаться не надо. А они уже предали. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны. ФСБшники пригнали даже БТР на границу. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Пригнали на КПП и мобильный военкомат, что только усилило желание русаков покинуть свою райскую родину. Стоит отметить, что Картвеллы пропускают практически всех. Есть нюансы по Z-символике. Также, говорят, заставляют подписывать признание того, что Россия является страной-оккупантом. Но все равно пропускают. Достаточно странное мышление правительства, учитывая ситуацию с Южной Осетией и Абхазией. При этом сами Картвеллы всецело поддерживают Украину в ее борьбе против Москвы. И даже проводят воспитательную работу с понаехавшими. Привет дезертирам! Слава Украине! Слава нации! Простите, но вы же сами выбирали это правительство, которое позорно идет на поводу у обезумевшего деда. Мы хотим вам показать два фото. Эти фотографии сделаны в одном и том же месте с разницей в 14 лет. И возникает всего один вопрос. А кто-то может поручиться, что через какое-то время 2022-й вновь не превратится в 2008-й? То ли память коротка, то ли глупость велика. Но хотим напомнить, что россияне везде несут с собой весь тот вонючий русский мир, от которого исключительно несет болью, кровью и смертью. И поэтому не удивимся, если кто-то под предлогом освобождения так называемых русских приедет на танках на землю картвелов. А из всех чайников будет доноситься, Грузия – это исконно российская территория. Уже усопший, между прочим, об этом предупреждал. То есть ничего не останется от Грузии. Останется Хачапури и Харчо. Все. Идем дальше. Пожалуй, самая многочисленная армия уклонистов вдвинулась в Казахстан. Казахстан. Молодняк попер, короче. Мобилизация, ребята, началась в движухах. По данным МВД Казахстана, за последние дни в страну въехали около 98 тысяч россиян. Стоит отметить, что на казахском направлении бегуны из РФ достаточно организованы. Для взаимопомощи в переезде в нашу республику россияне создали несколько чатов, где обмениваются необходимые информации по поиску жилья, трудоустройства и получению вида нажительства. Хотим напомнить для понимания. В России нет войны. Нет разрушенных ракетами городов. Нет самодельных кладбищ во дворах. Нет воздушных тревог. Нет сирот, чьих родителей убили изверги-оккупанты. Нет ядерных угроз. Там всего этого нет. И у них, по их же словам, все хорошо. Все эти люди просто начали бежать, внимание, от страха попасть в Украину. А как, специальная военная операция? Не, 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 не. Ни в коем случае. Я тут же все, до свидания побежал. Ты 500, что ли, обосравшийся? И большинство этих обосравшихся, как заметил соловьиный помет, даже не способны признать то, что они бегут. Придумывают разнообразные отмазки. Много тех, кто приехал в Ак-Тубе с семьями, говорят, что к родственникам. Но заметно, что в основном это мужчины военнообязанного возраста, граждане России. В большинстве своем сами россияне, пересекающие границу, не хотят комментировать, утверждать, что приехали в нашу страну погостить или в гости. Самая популярная договорка – туризм. Мы – туризм, у нас отпуск, у ребенка завтра день рождения. А вы раньше были в Казахстане? Нет, впервые. Ваше отношение к мобилизации? Да, я не знаю. Без комментариев, наверное, да. В мобилизацию, да, уезжаете? Нет. Мы в отпуск. У нас ребенок уже утомился, нам надо ехать отдыхать уже. 12 часов с ребенком. Так вот, для этих туристов в Казахстане планируют создать даже отдельную структуру. В ближайшие дни в Казахстане заработают горячие линии по вопросам миграции граждан Российской Федерации. Уловите весь смак выражения. Горячая линия по вопросам миграции граждан РФ. Как все поменялось, а? Как говорится, вот это бумеранг, ребята, это бумеранг. Вот мы заставляли, к сожалению, мы, как россияне, мы виноваты в том, что это произошло, потому что мы не хозяева в своей стране, чтобы влиять на власть. Наша власть заставила бежать их, теперь бумеранг прилетел, бежим мы. Как говорится, земля круглая, и раньше они тебя, а теперь ты их. И казахи в этом плане не стесняются, за что им отдельный респект от украинцев. Короче, заселяемся. Спустя три минуты уже выгоняют хозяина из их комнаты, говорят, идите заселяйте в другую гостиницу. А прикол в том, что он берет мой паспорт и говорит, откуда вы, я говорю, из Крыма. Он украинка, я говорю, крымчанка. Он украинка, я говорю, крымчанка. Ну, я думаю, что ему так... Он говорит, было бы написано на украинском у вас паспорте, было бы просто потрясающе. Казах. Опять ущемляют русских. Вообще вопрос, чей Крым стал такой лакмусовой бумажкой для местного населения. Вот дезертиры стоят. Скоро ловить вас будут, блядь, как крыс, блядь. Крым-то чей? Чей-то Крым, скажи. Ну, скажи, Крым-то чей ты же, россиян? Ну, скажи, чей? Ты скажи. Чего? Очко, да, у вас? Путлера боитесь, да, своего? Улавливаете весь ужас головного мозга населения необъятной? Они даже, бежав от Путина в другую страну, боятся сказать правду. Воистину, страна рабов. Крым-чай, скажите. Мы за то, чтобы... Не, ну, Крым-чай, елки. Скажите просто. Российский украинский. Крым-крымчан, крым-крымчан. Крым-крымчан, да? Не Украину. Да кто их знает? А Донецк, Луганск? Донецк, Луганск тоже. Территория жителей, которые на них... Вот видите, да, ребята, как они отвечают? Смотрите. Вот они отвечают. Это территория, говорит, людей, которые там живут. У многих московитов абсолютно нет понимания, что зло в этой ситуации не Украина, не пиндосы и не гейропейцы. Это не они заставили их бежать с насиженных, но таких родных и любимых болот. Это не из-за них сейчас слово «русский» или «россиянин» во всем мире воспринимается как «заразный» или «чумной». Нет. До них никак не дойдет, что если бы один ничтожный упырь не решил, что он властелин мира и не начал в 2008 году захват суверенных чужих территорий, такого унижения удалось бы избежать. Сейчас россиянам приходится бежать даже в Монголию. Мы ни в коем случае не хотим обидеть монголов. Но, как кто-то заметил, видимо, в Киевской Руси им не понравилось. Решили вернуться домой. Причем Монголия с распростертыми объятиями ждет своих этнических братьев – небоевых бурятов, калмыков и тувинцев. Я знаю, что с начала этой кровавой войны многие этнические меньшинства, которые проживают в России, пострадали больше всех. Брятские монголы, тувинские монголы и калмыкские монголы. Мы ждем вас с распростертыми объятиями. Это ли не прекрасно? Вообще, объединение семьи – это всегда хорошо. И почему бы не вернуться Бурятии и Тывек родным пенатам? С калмыкии будет несколько сложнее. Но анклавы еще никто не отменял. Да и сконные земли казахов – Оренбург, Челябинск, Омск – должны справедливо и покаянно возвратиться домой. Картвеллам, возможно, стоит чуть активнее поднапрячься и вернуть утраченные Абхазию и Южную Осетию. А Европе необходимо понять, что не всем подходит демократия. И не потому, что она чем-то плоха, а потому, что на неком генетическом уровне она просто невосприимчива для определенного населения нашей планеты. Поэтому не нужно предлагать свободу тем, кто жаждет рабства. А со всем остальным разберутся непобедимые, достойные и смелые украинцы. Субтитры создавал DimaTorzok